всем привет с вами герман и сегодня мы с вами поиграем в симулятор русской деревне собственно говоря игрушку я давно скачал я немножко посмотрел и собственно говоря понял что здесь может быть интересно короче заспамнились мы здесь на окраине какого-то поселка тут у нас какой-то мужичок играть на балалайке другой мужичок тут что-то с со стогами сена пытается сделать прохором следует прохор с ним можно поговорить да но я нажимаю на него ничего не происходит он продолжает работать ладно тут у нас естественно коровки корова ну с коровы тоже никак взаимодействие к сожалению нельзя но да ладно я думаю что вот с балалайщиком дядей петей мы позаимодействовать то можно буревич буревич но буревич нас тоже не разговаривает я короче запустил эту игру сел в машину и короче сбил вот тут заборчик немного и собственно говоря сбил пару человек и они вообще-то тут валялись но куда-то они пропали ладно значит это неважно но машина у нас тут есть машину можно сесть можно открывать даже багажник так ну ка багажник открой багажник у нас открывается него даже можно что-то положить я так предполагаю вот смотрите мужичок идет он сейчас подкнется в машину я я сто процентов и умрет они смотрю он обошел и куда ты идешь брат братанчо ты что-то посмотрел на меня и пошел дальше по своим делам окей ну деревня чё тут у нас есть бутылка самогона я так полагаю ну-ка что если ее взять то есть ее можно употребить и ой блин я разбил только что бутылку самогона я хотел ее употребить жалко но есть еще кстати бита а бита у нас что у биту можно взять и кому-нибудь блин навалять здесь но я я вот бить никого не хочу давайте попробуем ударить забор ну вот предположим да я сейчас возьму вот так опа опа ну мне кажется забор покосился а ё-моё я сломал кому-то блин забор я надеюсь что это не буревича дом и он меня особо за это не поругает но я вот куда-то нажал видимо я а все спрятать битва то мало ли чего я каких делов тут натворю тут у нас какой-то об подожди подожди это же деревня ребята смотри тут бутылка самогон это то что мне нужно ну-ка давайте употребим опачки так вот вот так вот уже деревня выглядит куда более прекрасно смотрите даже машина выглядит намного более красиво тут из-за того что все смазано не видно что графика настолько убогая я могу короче швырнуть бутылкой смырнем бутылку от этого мужика нет она почему-то не докинулась ну ладно может быть я и целей буду но теперь мы употребили и давайте теперь на рубим дрова рубить дрова а ну то есть мы теперь видим нашего персонажа собственно говоря вот так вот он выглядит мне кстати заплатили 50 рублей за это за то что я нарубил дрова офигеть он их рубит конечно были но денег мы с вами заработали мне интересно есть здесь какая-то карта или нет но вот судя по всему то что я вижу тут нет никакой карты и ничего интересного тут у нас не происходит вот есть еще какое-то тут задание давайте его выполним а потом же сядем в машинку и посмотрим поиграем так покорми свиней а как мне свиней кормить так свиней покормлена а как мне их кормить подожди вот картошка свиньи едят картошку да я так полагаю ну-ка блин 7 свиней кормить этот каждый вот так вот подходить так ну-ка ну-ка давай кормить вот все кушать все свинья у нее сердечки прямо как в майнкрафте блин теперь я покормил свинью я думаю что если сейчас вот второй тоже дать она они начнут размножаться или нет нет такого тут не предусмотрено но короче свиньи покормлен хотя я не знаю зачем им тут нужно их кормить я думаю что если они захотят они предположим даже сами могут подойти и покушать но раз нам задание это дает нам же для чего то если тут есть деньги значит их куда-то можно тратить я надеюсь что я смогу потратить их в местном ларьке на водку потому что в этой деревне я не уверен что есть что-то интересное более интересное чем занятие алкоголизмом вот ну или вон посиделок вместе вон с теми бабульками на лавочке поэтому ребята мы сейчас с вами покормим и поедем наверное я не знаю пить водку ну предположим что тут можно делать еще я не знаю но кстати игрушка 70 рублей нифига себе 70 рублей от 300 рублей у меня уже есть а первая паре на деревне я вижу еще одну бутылку самогона я тоже употреблю и я я ее кину короче в курицу а курицы пофиг она не умерла хотя было бы неплохо если бы она умерла я бы сейчас сделал тут шашлык из курицы но ладно короче машина что у нас нас есть копеек конечно пьяным за руль лучше не садиться блять какое управление острое так есть даже можно поменять камеру так от первого лица есть вид слушал вот это прикольно даже можно крутить я не знаю можно ли заходить в эти дома или нет я хочу немного ну предположим прокатиться вот тут у нас бабушки сидят что-то обсуждают вообще прикольно прикольно осознанно деревья прямо деревня прям вот виден виден местный колорит тут все бухие блять либо бабки на вон там бабка вообще по моему на коленях стоит молится блять богу чтобы у нее картошка блять или что там капуста выросла ясно интересно но мы поедем так тут даже есть кстати слушай какой-то гараж и мы кстати находимся в малиновке нам подсказывает надпись наверху так тут какой-то блять местный крутой чувачок смотрите блять он одет в пиджачок у него такая сельская ну-ка от первого лица можно идем посмотреть у него местная такая блин смотрите чепчик тельняшка и у него вообще бутылка самогона но сразу видно что мужчина серьезный поэтому давайте гараж господи что я могу 200 рублей починить за 200 рублей он починит мою машину отрегулирует карбюраторы все дела ну-ка нажмем сюда нифига себе тут даже разные тачки есть например вот можно купить шестерку за 20000 рублей вот это цены слушай вот это да надо ехать восьмерка за 30 ну-ка чё там длинным крылом блин слушай восьмерка прикольная 50 и десятка блять но я вообще буду первым парнем на деревне по моему если меня будет десятка но таких денег у меня нет а где их заработать я кстати не знаю можно покрасить машину вот за 500 рублей а в черный за тысячу ребят за 1000 рублей можно покрасить машину в черный видимо это очень понтовый цвет и больше здесь делать ничего нельзя даже поменять там диски например или что-нибудь такое но тут вон смотрите даже нельзя включить фары машине ладно тут какая-то табличка видимо можно построить или купить дом хотя вот я дом здесь не вижу хотя по моему я в ней играл тут можно будет построить дом ну-ка ну предположим да купить дом это интересно конечно какой дом вы хотите мне продать если здесь просто пустырь а а то есть рядом с бабкиным огородом за 5000 рублей я могу купить себе шикарную однокомнатную лачугу с пристроечкой с пристроечкой ребята это самое главное и туалетом на улице но даже вот какие цветочки растут бочка блин не знаю там наверно самогон блять бродит еще бочка с бензином ржавые два тюка картошки слушай но это очень выгодное вложение считаю за 30 тысяч я могу аж двухэтажный купить практически и кстати хочу сказать что вот даже с печкой видимо потому что вот здесь я не вижу никакой трубы видимо печки нет и зимой мне придется мерзнуть а вот это прям вообще барские угодья за 30 тысяч но извините я пока что только начинаю играть в эту игру и у меня таких денежек то нету давай ну слава богу что у меня есть хотя бы машина в принципе можно и машине ночевать главное чтобы были деньги на водку есть тут какие-то развилки я даже не знаю куда мне ехать тут никаких заданий нет я вот вижу там еще какая-то деревня но я хочу поехать прямо вот по этому мостику я надеюсь что меня куда-то это все выведет там он тоже какая-то вышки вон линии электропередач все нормально так там что-то там в воде какая-то слушай штука слушай интерес а я хочу туда а я хочу мне все интересно в этой игре я хочу посмотреть я надеюсь что на момент записи уже вышло обновление потому что игрушку я очень давно скачал и я ее собственно говоря не обновлял и так а ручника нету да у нас машина скатится если я выбью я так полагаю да блин вот это опасно опасно конечно я понимаю что на старых жигулях ручник уже давно не работает но давай-ка выйдем из машинки и пойдем вот туда там что-то я не знаю что это такое но это что-то похожее на тихо 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 что это такое вал видимо я утонул видимо я утонул и плавать он не умеет ну хорошо конечно обидно что мужчина в деревне бля там какая-то колесница за подожди подожди я утонул и появилась мари какая-то колесница ее не было мы мы же проезжали и не было я отвечаю это какая-то паскалка была блять кто ёптыть это что за цыга ё-моё вот это цыганочка ну-ка подождите ребята а мне так ну-ка стой блять развернись болван тут к себе цыганка приехала подожди так белый коля как-ка ля как да вы просто посмотрите эсмеральда ёптыть ну-ка что я могу с эсмеральдой делать получи счастливую подкову чтобы получать больше денег нахрен не подкову не надо у меня интернета нет поэтому рекламу не по что нужно делать соберем доход x2 на 10 минут но если ну короче тут ничего не кликабельно потому что у меня нет интернета но это интересно слушай эсмеральда ля какая ну посмотрите какая цыганочка забрела к нам в малиновку а вот это да слушай а у тебя нельзя украсть вот эту твою телегу кстати блин телега у тебя прикольно я бы махнулся с тобой как рубин блин туда жук о-о-о-о-о не агрессируй я немного нажал на коня а ты кто цыган ёптыть просто цыган здравствуй цыган можно я у тебя цыганочку твою украду а это что крапинка крапинка так крапинка ты тоже не агрессируя особо ладно я я к вам еще приеду только вон денег накоплю и у тебя обязательно выкуплю цыганочку и мы будем я вот здесь вот дом построим мы будем там с ней жить но пока что рано пока что мне рано мне нужно да мне вот интересно я типа какую-то пасхалку сделал ну типа активировал или что не ну там до сих пор эта штука есть но цыганки раньше не было блин это очень интересно там он кстати дорога конечно направо уходит на я вижу тут какая-то одинокая корова это не одинокая корова это я приехал еще одно село не знаю как она она калитина называется село калитина тут уже смотрите какие домики более но тут уже домики посерьезнее тут тоже какие-то задания есть видимо подработки он самогон одна деревня на другую понятное дело похоже тут собственно говоря опа дискотека по моему смотрите вот это да о по моему это наш друг из автосервиса подожди выйти из машины по моему это наш друг из автосервиса здесь у нас отжигает ну ка буревич буревич что там все блять на сегодня работа закончила можно и отдохнуть так какая-то петя 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 я думал ты девочка с короткой стрижкой ну ладно так от это машка машка можно даже с машкой потанцевать о моё вот это танцы слушать машка смотри как модно одета машка блять джинсовые шорты но за танцы мне денег не дают а что тебя богиня машка у нас богиня тут даже вот написано катя катенька у нас есть ты кто бурей тут блять всех мужиков буревич зовут вот дядя толя дядя толя нормально блин дядя толя уже подбухнул смотри блять он уже еле на ногах стоит и вот тут бабуля бабуля светлана павловна видимо мать дяди толи говорит и блять алкаш заебал идеи картошку мне блять копай нечего пить нечего пьянцевать это я с тобой полностью согласен баба тони или как там тебя зовут это не важно но я вижу вот еще одна бутыль самогона и как тебя зовут друг буревич нет реально тут по моему всех мужчин он пьет из невидимого стакана я я лучше выпью из видимой бутылки и мы пойдем дальше так что есть я застрял я подожди я засты а можно сходить все о можно даже сходить в сельский туалет опа и пусть весь мир подождет вот это я понимаю игра а мне деньги за это дадут то что я сходил в туалет к сожалению деньги никаких не дали и он там кстати тоже что-то с коровками ну я смотрю тут посмотреть есть чего тут много чего интересного тут вообще что-то происходит это бабка блять валяется в конвульсиях ее по моему инсульт ёбнул или баба аня баба аня с вами все в порядке вот еще бабка этот вообще блять воздухе бы что у вас тут происходит ну-ка проведи зарядку ну-ка начнем зарядку велосипед так баба они не не давайте отжимайтесь прыжки это называется прыжки ну хорошо если это называется прыжки пусть она так и будет но похоже на какое-то это больше паранормальное явление чем на прыжки так ну-ка сели встали сели встали велосипед еще покрутим так не дадут за зарядку денег от целых 80 рублей мне дали слушайте это конечно все хорошо есть работа какая-нибудь посерьезнее в этой деревне или нет или мне нужно будет куда-то ехать я вот вижу там дальше еще дорога какая то есть и вообще по моему тут много чего еще интересного давайте на этом пока что завершим нашу серию сегодняшний продолжим уже как говорится следующий кто это аксинья петровна и павел викторович павел викторович а подождите а можно мне драться в этой игре стой а что я драться не могу у меня нету кнопок но я бы вот попробовал с кем-то подраться потому что я вижу у меня тут слева наверху есть шкала здоровья которая полная очень интересно было бы с кем по с кем-нибудь подраться ну вот допустим допустим вот давай бита бита слышал каштям он блять мать домой зовет блять картошку копать ты с хрена ли блять тут бухаешь того смотрите как шелковый стал сразу смотреть по и убежал убежал картошку картошку копать смотри молодец вова видите я собственно говоря в этом селе блять закон и порядок давай давай куда побегу куда ну-ка давай пошел пошел ну вот и все собственно вот видишь аксинья петровна за ним все да иди иди на нахрен оу-у-у-у по-моему я немного перестарался но ничего оклемается я надеюсь что жить будет потому что я вообще надеюсь что он оклемается сам потому что врачей то у нас нету блять и машина по моему у меня у одного есть целая деревня а что будет если я ударю корову а корова у нас бессмертная и так полагаю потому что вообще корова вместе со всеми флексит здесь отдыхает ну на этой прекрасной роте ноте я надеюсь что мы с вами ну почему надеюсь мы это с вами все-таки закончим всем спасибо ребята за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ждите новую серию всем удачи всем пока